всем привет друзья с вами снова аквамин и наконец-то мы запускаемся вместе с вами вместе с бздой вместе со мной и так сейчас вы видите картиночки это в общем то затратные картиночки на них указаны цены за кое-какие позиции которые мы будем с вами использовать так что запоминайте потом мы к этому еще будем возвращаться без картиночек уже и так погнали у нас есть вот куча таких ведер майонезных кто-то очень много майонеза жрет и есть собственно песочек наш речной сейчас дядька вам покажет как из обычного речного песка сделать вроде бы неплохой фракционный песок для этого нам нужен стаканчик можно от сметаны можно просто от чего-то и соответственно в нем необходимо сделать дырочки как вы поняли через эти дырочки будет сыпаться песок определенных размеров то что в эти размеры не попадает она будет оставаться в нашей баночке и благополучно будет засыпано в наш сам друзья не вот вот так вот жулька им булька им тюлька им для того чтобы отсеять необходимую фракцию и получаем довольно таки симпатичный не совсем крупные не совсем мелкий мелкий тоже там есть песок если дольше жулькать будет больше песка соответственно нужно не забывать подменивать песок в баночке и это логично соответственно ничего мусор не выкидываем все будем с вами использовать песок речной песок самый что ни на есть обычный в нем есть и крупные камни есть и меньше камни по размеру и так наш сам который доработан был мной с учетом ваших наставлений потому что на самом деле заметили да что одна секция при прошлой конфигурации вообще была бы не использована то есть неэффективно использовалась поэтому я добавил одну перегородку она вот справа вот соответственно сейчас я беру диван от дивана отрезал кусок и этот кусок мы будем закладывать в отсек где у нас будет помпа наш фонтанная подъемная для того чтобы она не дребезжала в большей степени нужен этот поролон поэтому со всех сторон хорошенечко вкладываем ее прячем чтобы никто и не видел что там помпа есть да и и так не видно будет в общем то и чтобы она там не дребезжала и дополнительно уже будет фильтроваться вода через этот самый поролон вот так вот сейчас закладываем все это дело и в принципе неплохо уже получается можно так и оставить но мы пойдем с вами дальше ведь у нас есть отсеки еще дополнительный первый отсек сюда мы засыпаем нашу магическую стружку материал для биологической фильтрации в одном из видео мы его делали с вами поэтому не поленитесь посмотрите друзья и надо было больше стружки накрошить поэтому добавляем еще сюда кусок шланга какого-то его не учитываем принципе можно было и без него соответственно во второй отсек у нас пойдет кусок соседского дома ну то есть кирпич кусочек кирпича ломаный засыпаем я не знал сколько сюда влезет поэтому по майонезному ведру вот так вот что-то делал не совсем это точно и вот в этот отсек мы засыпаем уже сеянный наш песок но друзья друзья но не следует этого делать со слишком мелким песком как это сделал я лучше рассыпьте туда камни лучше кирпич дробленый колотый почему потому что узнаете в следующем видео друзья но опять-таки мелкий песок вообще какую-то мелкую сюда фракцию не сыпьте почему потому что узнаете в следующем видео вот соответственно лучше сразу подстраховаться и какие-то большего размера камушки туда засыпать вот соответственно опять-таки 3 отсек камни насыпал потому что кирпич был один вот и и того не хватило на целый отсек поэтому пришлось камнями воспользоваться не бойтесь на их поверхности тоже будут селиться бактерия сейчас я вдеваю трубку нашу в помпу подъемную сейчас сейчас в дело пришлось повозиться уже почти сейчас ну вот вот почти да да готова все красота красота да друзья будем запускать еще мы рыбу сюда естественно естественно вот соответственно кто что думает по поводу рыбные составляющие пишите в комментариях может быть кто-то видит каких-то странных рыб здесь или каких-то рыб которые сюда вообще не подходит в общем то пишите кто что думает по рыбному населению в комментариях друзья будет интересно почитать и и затем сравнить с тем что мы сюда закинем на вот смотрите я приклеил из куска оставшегося пакета задний фон наверх для того чтобы у нас было глубоко смотреть и сейчас снимаю крышку будем все это дело засаживать у нас будет водная часть и будет надводная часть соответственно сначала приступаем надводная часть потому что вся земля которая там будет сыпаться она будет попадать в водную часть и как бы чтобы мы потом могли все это дело убрать из водной части вот сюда будем использовать мы землю покупную цену за 5 литровый пакет вы видели в начале мне понадобилось порядка трех майонезов трех мазиков то есть это эквивалент трем литром примерно вот соответственно но я учел уже как за пакет потому что ну по литру это смех покупать ну вот то есть пять литров 39 рублей мы потратили по растениям здесь будет с одной стороны фикус сани я его вообще искал капец как искал искал и нашел он стоит 199 рублей вы видели чек в начале соответственно небольшой но его прикол то что он цепляется цепляется за то что неровно торчит вот и с другой стороны у нас будет папоротник нефролепис который мы сюда мобилизовали из разобранного полюдариума но соответственно я покупал его дороже этот папоротник но цену нашел в интернете в общем то там где я могу его достать то есть докуда доехать я нашел 130 рублей за горшок соответственно весь горшок бы мне здесь не понадобился это я сейчас пытаюсь здесь показать вам что чек у меня есть до за фикус сани соответственно весь горшок папоротника вот кстати он красавец весь горшок папоротника нам не понадобится поэтому я просто взял пучину и ну пучочек смысле и туда всадил но посчитал как за горшок самый маленький нам сюда он нужен был потому что нам здесь дерево вообще ни к чему вот сейчас мы видим как происходит процесс посадки фикуса он уходит туда в угол вправы все-все емкости все полости точнее я просыпал землей утрамбовал немножко и в общем то туда уже сажу все это дело во влажной среде он чувствует себя отлично этот фикус будем смотреть что из этого вырастет 199 рублей не забываем все это дело поливать чтобы не заветрилось обильненько так поливаем если где-то высыпается земля там можно подоткнуть веточками или корешками какими-то мелкими и вот папоротник он конечно выглядит не совсем хорошо очень нехорошо но какой есть в общем то там по моему даже два разных то есть это будет нефролепис микс как обычно любят писать и фиг пойми что там написано какое растение в горшке я допустим по папоротникам их там куча видов сотни видов я на взгляд так не смогу определить поэтому пишут обычно нефролепис микс где у нас будет нефролепис микс 130 рублей горшок вот все с надводной частью закончено сейчас нам необходимо будет земли немного насыпать на дно водной части и сверху песочком все это дело присыпать как вы поняли как вы поймете песок весь я сеять не стал потому что это долго но если вы хотите вы можете просеять его более того тот песок который вот этот сеянный который я заготовил чтобы вперед его посыпать в процессе я его случайно туда всыпал назад вот так и поэтому вперед мы будем сеять еще в дальнейшем так смотрите у меня нижний корень он никак не закреплен то есть ни к чему не приклеен никак не привязан вот поэтому есть вероятность что он всплывет поэтому я камнями тут хорошенько нахлобучила этот корень и забегая вперед скажу что он не всплыл со временем он утонет и в общем-то можно даже камни убрать но в общем-то это единая композиция вот я так и планировал что так будет по растениям водной части ну влетели мне в голову крипто карина друзья тем более что у меня кое-какие были крипто карина это панте древолистная вроде как-то пантедейри фолия вот называется крипто карина которая та что побольше их я свое время покупал на ферме аквариумных растений good plans василий рыбкин может кто-то слышал в общем-то стараюсь там брать аквариумные растения и собственно цену вначале я оттуда поэтому и впендюрил соответственно крипто карина вента зеленая тоже здесь будет использована но я их уже посадил штук восемь там кустов и цену тоже видел 40 видели вы 45 рублей за куст пандре фолия стоит 80 рублей за куст вуаля друзья вот так все это дело выглядит в финале но не совсем финал это пред финал полу финал я так скажу вот так дополнительно подсвечено светодиодом кошак слева не считается он пришел проверить все ли мы правильно здесь сделали вот он сейчас отсюда дематериализуется из кадра соответственно крипто карины нарастут сейчас кошака смотрите и улетел куда-то в космос крипто карина нарастут закроют какие-то там места противные плохие папоротник я тоже думаю сверху нарастет видим что у нас пузырьки воздуха ничего туда дополнительно не вдувал это за счет того что по коряге вода слива качается помпы сливается в аквариум в общем-то насыщается все это дело воздухом это очень даже хорошо но по крайней мере прикольно выглядит по населению пишем комментарии свои догадки свои пожелания может быть и с вами был аквамен я надеюсь что вам это хотя бы как-то приглянулось но на каком-то из этапов конструирования до этого аквариума акватеррариума акваполюдариума я с вами прощаюсь друзья пока пока